Салам всем, меня зовут Джейхун Иманов, я руководитель компании Джейхун Остудию. Сегодня мы поговорим о том, как создавать сильные бренды. Мы включим презентацию. Что вы чувствуете, когда вы смотрите на Кока-Колу? Вкусно, счастье. Я чувствую, когда я смотрю на Walt Disney, я чувствую волшебство. Что вы чувствуете, когда вы смотрите на BMW? Скорость, еще что? Комфорт, мужество. Что вы чувствуете, когда вы смотрите на бренд Томс? Ничего. Правда? Нет никаких абсолютно ассоциаций. Почему так? Потому что у вас нет опыта с ним. Вы не соприкасались ни с продуктами, ни с сервисами, ни с коммуникацией этого бренда. Очень многие думают, что бренд это логотип. Бренд это тот самый опыт, который у вас есть или нет. Когда вы вспоминаете о Кока-Коле, у вас внутри работает ассоциативный ряд. Вы вспоминаете коммуникации, вы вспоминаете, как вы эту Кока-Колу пили и что вы заключили. То же самое происходит, если вы были в Диснейленде или смотрели Микки Маус. Все эти эмоции связываются с тем самым логотипом и со всеми его атрибутами. Томс. Томс это обувной бренд американский, который придумал интересную модель. Каждый раз, когда вы покупаете одну обувь, другая едет и дарится нуждающим детям в Африке. И таким образом есть такой некий социальный фактор. Посмотрите, как создаются бренды. Очень интересный слайд повернулся. Значит, вначале вы не знали о томсе бренда. Потом я сказал, что томс бренд существует, это американская речь. У вас появился уровень знания. Потом вы начали хорошо относиться, потому что он помогает детям в Африке. Значит, дальше, возможно, вы захотите купить. Потом вы купите еще раз и станете лояльным клиентом. Возможно. Значит, кто знает этот бренд? Поднимите руку. Отлично, да. Ну, раньше он занимал 100% бренда, потому что больше никого не было на таксидном рынке. Сейчас, наверное, где-то 60%. Значит, как строятся такие бренды? Вначале появляется некий инсайт. Скажем, хозяйка хочет купить стиральную машину. Да, мы знаем. Дальше она соприкасается с рекламой, где предлагают купить ей эту просрочку. И она проходит, создается первая некая зона, точка контакта с рекламой. Она звонит в колл-центр, потом она заходит в филиал, заказывает карту, берет. Дальше идет в магазины, покупает стиральную машину и дальше расплачивается по банкомату. Все хорошо, если ее опыт как бы произошел хорошо, позитивно. И ее чаша как бы наполнилась позитивным опытом. Дальше она этот опыт соединяет с атрибутами бренда. То есть завтра, когда она видит пчелку или желтый цвет, она соединяет этот опыт позитивный с этими эмоциями. Но что происходит, если опыт негативный? Скажем, она позвонила в колл-центр, в колл-центре обругали, потом или там как-то некрасиво ответили. Зашли в филиале, там 150 человек в очереди. Зашли в партнеры, в партнерский магазин не принимает карту. Да, соответственно, или банкомат там не работает. Соответственно, ее опыт становится негативным, полным минусов, и все атрибуты принимаются плохо. Эта коммуникация, скорее всего, прервется при первом же контакте. Грубо говоря, если колл-центр не сработает, сразу же она решит не пользоваться этими сервисами. Ваш опыт и есть бренд, над которым работают многие компании. Этих путей очень много. Кто-то по сайту заказывает, кто-то заказывает в филиале. Все точки контактов вокруг некой необходимости нужно выстраивать. И это первое, что нужно сделать. Нужно понять, как ваш потребитель двигается и с какими точками контакта он будет соприкасаться. Значит, вообще вы можете сказать, ребят, зачем это вообще, бренд, опыт, зачем это нам нужно? Посмотрите, когда у вас есть какая-то монополия, вам не нужен бренд и не нужен опыт, потому что все хорошо. Есть потребитель, которому очень нужен ваш товар, и есть некий товар, который нужен всем. Но если у вас есть конкуренция, а конкуренция практически всегда есть, значит, если вам на какой-то точке контакта не нравится, у вас есть выбор и вы уходите, значит, к товару-заменителю. Любая компания преследует цель одну, да, прибыль. Но из чего состоит прибыль? Прибыль состоит из того, как компания удерживает и как компания привлекает новых клиентов. Если она может привлекать только новых клиентов, но не может удерживать, то, соответственно, она не сможет держаться, потому что все будет уходить. Так вот, опыт – это тот самый фактор, который удерживает. Почему? Потому что люди в целом, они ленивые. Если у них есть хороший опыт, они не будут рисковать и заменять его. Скажем, вы все знаете Кок-Колу, и я вам представляю Кок-Колу и Кола Турку, какую-то вторую бренд. Если вы имеете опыт с Кок-Колой, вы не рискнете, значит, пробовать Кок-Колу Турку. Вот это и есть та разница, тот фактор, который удерживает, значит, ваших потребителей у вас. Поэтому нужен позитивный опыт, и поэтому нужно, значит, аккумулировать это все. Итак, как создавать этот опыт? Есть три совета от меня. Значит, первое – это слушайте клиентов. Второе – создавайте и оценивайте. Давайте я расскажу. Значит, мы запускали Норм Цемент где-то пять лет назад. Тогда главным, значит, конкурентом на рынке была холтсим-компания, 80% рынка. И мы пошли на базар, начали спрашивать, ребят, что вам важно в цементе? Это были магазины. И они сказали, ну, нам важно качество. Мы сказали, хорошо, что такое качество? Они говорят, ну, такой настоящий цемент. Мы говорим, хорошо, ну, настоящий цемент, что это такое? Они говорят, ну, настоящий цемент – это устойчивый цемент. И вот это слово устойчивость было главным фактором при принятии решения покупки цемента. Всю коммуникацию мы построили на устойчивости. Это на билборде танк, ролик, может быть, вы видели, огромный медиабюджет. Парень бьет об стенку, стенка не ломается. В парковке все точки коммуникации говорили об одном – об устойчивости. Второе – посмотрите, как другие делать. Вы можете сделать по интернету. Я начал ехать по миру, объехал очень много стран и посетил 100 разных диктал и маркетинг агентств в мире. И я спрашивал, значит, а как вы, подсматривал у них, ну, как. И все те самые исследования, весь этот опыт, который за 3-4 года набрался, мы сейчас, значит, внедрили у нас в агентстве. Если раньше мы работали только на уровне коммуникации, сейчас мы работаем уже на уровне сервиса, продуктов, значит, дата аналитики. Пример. Мы обслуживали Еманат, и мы пришли. Первое, что нужно сделать, это, значит, слушать людей. Это слушать людей, когда я говорю. Можно слушать клиентов, можно слушать колл-центр и, значит, бэк, фронт офис. Что мы и сделали. Через 5 минут общения, значит, они сказали все основные проблемы, которые есть в компании. Значит, одна из проблем была такая, что они звонят в колл-центр, когда киоск, значит, берет деньги и ничего не дает им, ни чека, ничего. И они стоят в центре супермаркета и должны, в общем, что-то сделать. Но есть проблема. Проблема в том, что телефон, который на экране, он, значит, экран отключается, и телефон, соответственно, они не могут взять. И это очень большая проблема. Было очень много отзывов. Просто мы предложили написать номер на самом киоске, и все, проблема решилась. Кстати, другие конкуренты еще не решили эту проблему. Второе, создавайте. Когда вы поняли, какие факторы есть на рынке, и какой самый главный при выборе клиента, сфокусируйтесь на этом. Очень хороший пример – это Асан Хитмед. Вы не можете представить Асан Хитмед, который создает не Асан продукты. Просто это невозможно представить. Каждый раз, когда они создают продукты, я уверен, они стоят и задают себе вопрос. А это просто? А можно сделать проще? И поэтому они создают и меняют нашу действительность, мне кажется, на уровне и коммуникации, и на уровне продукта, и на всех уровнях. Это хороший пример фокуса в компании. Второе, значит, работать с агентством на всех уровнях. Наше агентство, вообще наша культура работы в стране, она привыкла к такой некой поэтапности. Когда продукт-девелоперы в банке или в другой организации, в мобильном операторе делают продукт, значит, маркетинг-отдел делает какие-то исследования, какое-то, и дальше реклама, агентство делает рекламу. Значит, очень часто, даже если продукт плохой, как бы и возможности сделать его лучше пропускаются, потому что агентство и все эти отделы не приходят вместе. То есть мой совет – привлекать агентство с самого начала. Очень хороший пример с Банков-Баку был, значит, мы исследовали людей, которые хотят брать кредит. И главный вопрос тогда был, значит, сколько мне дадут кредит. И на этом институте мы начали строить сервис с Банков-Баку, смс-центр, мы даже колл-центр превратили, значит, продукт, да, когда посылается, значит, в смс-центр, и смс-центр отвечает, сколько ему падает, значит, нужно кредит. Добавляйте вау-элементы в каждую вещь. Что такое вау-элемент? Вау-элемент – это то, что удивляет. То, что удивляет. Добавляйте в каждую вещь, скажем, все картинки были, все карты сейчас горизонтальные, да, а это вертикальные. И оценивайте. Это последнее, что я скажу. Значит, первое, друзья, все вот здесь, я слушаю минут 30, я вижу, что все пытаются какие-то шаблоны искать, какие-то термины, которые я вообще даже не знаю. На самом деле, где-то уже несколько лет я понял, что нет шаблонов. Каждой, значит, каждой маркетинг-компании, каждому исследованию относитесь как в первый раз, потому что ваш опыт не даст вам никаких ответов. Будьте уверены, потому что все меняется. Пицца Митца, один бренд, который мы обслуживаем, мы создали ему дэшпорт, значит, который позволяет следить за датой в режиме реального времени. Я уверен, что вы все смотрите свои финансы, да, но вы не задаете вопрос, сколько клиентов сегодня ушло, на какой улице продалось сколько-то пиццы, потому что это все позволяет вам очень хорошо держать руку на пульсе. Скажем, они смотрят, сколько пиццы продалось на улице и тем самым понимают, эффективны их лифлеты или нет, и на какой улице. Друзья, сегодня я рассказал о том, как строится бренд и опыт. Слушайте людей, принимайте, понимайте главные факторы, создавайте коммуникации, продукты и сервисы и оценивайте качество этого опыта, чтобы был позитивный опыт. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ